Стекло, которое не успевают убирать. Пересечение горького гоголя. Место, где машины часто любят полежать на спине. В соцсетях десятки фотографий и видео аварий. На этом перекрестке давно очень нужен светофор. Машины там постоянно бьются. Светофор нужен. Если в течение года на перекрестке происходит три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими и более, этот участок является очагом аварийности. В данном случае перекресток Гоголя-Горького. На данном перекрестке произошло в 2021 году пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек. Но это только ДТП с пострадавшими. На самом деле аварий было намного больше. Такая же ситуация раньше была на пересечении Горького-Никитина. Мы тоже делали об этом сюжет два года назад и даже приглашали к участию в съемках псевдо-шамана. Шаман в шутку согласился снять проклятие с перекрестка, потому что долгое время это никто не хотел делать и вообще признавать место очагом аварийности. Традиционно одно столкновение в неделю, иногда несколько. Нас тогда еще накрыло волной хейта за этот сюжет, за слишком оригинальный подход. Но знаете, прошло немного времени и светофор здесь действительно установили. На самом деле поставить в городе светофор не так-то просто и очень дорого. Как нам пояснили в мэрии, установка одного светофорного объекта в Барнауле стоит полтора-два миллиона. Каждый год бюджет позволяет поставить лишь 4-5 светофоров. В этом году один уже появился на пресечении взлетной Сиреневой, еще три сейчас устанавливают на Георгия Исаакова-Островского, комсомольском интернациональной, Георгиева Сухобатора. А светофор на Гоголя-Горького, кстати, все-таки установят в следующем году. Мы понимаем приоритетность данного участка, потому что там особенно в последнее время участились аварийными, опасными, так скажем, моментами ДТП. Поэтому, я думаю, здесь мы прям постараемся в начале года уже, как бы уже бюджет будет все нам доведен, мы постараемся на данном участке установить светофорный объект. В ближайшее время подрядчик подготовит проект светофора. Остается надеяться, что в этом проекте уже не будет перевертышей и битого стекла. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толка.